Алиса, ну заходи. Хе-хе. Что это такое? Что это за розовый нос? Кто мамку встречает? Кто встречает мамку? Алиска скучала. Скучала Алиска. Скучала Киса. Киса два дня была дома одна. Киса была одна. Алиска, ты тут вечеринки не устраивала? Что-то какой-то беспорядок. Жопка. Киса соскучилась. Соскучилась моя слётка. Слётка моя. Слёткий котик. Ах, ириска моя. Ириска соскучилась. Пойдёмте кормить ириску. Так, друзья, поскольку я только вошла в квартиру и на мне вот этот костюм, хотела вам про него рассказать. Этот костюм от Новая Кимоно, от компании Новая Кимоно. И хочу вам такой отзыв-лицензия спустя 4 месяца использования. Я его стала носить только где-то последний месяц, наверное, потому что стало более-менее прохладно. И я его надеваю, если вот прям ветерок и мне холодно. Вот. Сегодня я в нём задубела, поскольку у нас где-то, наверное, градусов 14, и влажность повышена, и дождь, и, в общем-то, я в нём прям тряслась. Вот. Ну, что хочу сказать. Если помните, ну, ссылочку я оставлю под видео на обзор, где я снимала ещё примерку, распаковку этой посылки, чтобы вы меня видели в полный рост. Вот, посмотрите, там, кто не видел, кто помнит этот костюм полностью... Сейчас попробуем показать. Штаны там просто пёстрые. Вот такие вот. Вот. Просто штаны пёстрые. А на кофточке, видите, горошек, и на спине там надпись. Вот. Что хочу сказать, что на карманах очень сильно... на карманах. На штанах очень сильно не хватает карманов. То есть прям вот просится что-то. Ну, знаете, бывают моменты, когда хочется положить туда, ну, платочек, или, например, там, в магазин пошёл чек какой-то, ну, вот, чтобы не выбрасывать его в карман, прям вот очень хочется что-то засунуть. Вот. В итоге, как бы, карманов очень не хватает. Вот. И по истечении где-то месяца такого, скажем так, частого ношения этого костюма, я поняла, что штаны, в принципе, я, наверное, в городе вообще не буду одевать. Да и, наверное, эту кофту тоже. То есть, ну, максимум на даче помодничать. Вот. Кофта очень большая и очень длинная. То есть, сзади она, наверное, сзади у неё там такой хвостик. И похоже на фраг. Он достигает почти коленок. То есть, это очень длинный хвост. Вот. И штаны почему мне не нравятся? То есть, они пёстрые. Это первая самая большая проблема этих штанов. Они пёстрые. Я думала, что они будут одноцветные, когда я их заказывала, когда они пришли ко мне. Вот. И... Сейчас я понимаю, что пёстрые штаны это вообще от ас. Вот. Поэтому, наверное, я их буду носить на даче. Но даже вот просто в сравнении, что на даче у меня спортивные штаны с карманами, в которых я хожу. В принципе, делаю всякие садовые дела. Вот. Они с карманами. Эти без карманов. И, наверное, они будут такие на прохладное лето. То есть, на вечер. Чтобы комары за жопу не кусали и прочее. В принципе, на вечер карманы мне не нужны. Потому что вся основная работа делается днём. Когда, собственно, нужны карманы. Вот. А про кофточку. Ну, единственный минус. То, что она длинная. Вот. То, что она довольно-таки свободная. Мне нравится. Рассветка тоже меня не напрягает. И, наверное, впервые в жизни мне совершенно плевать, что у меня написано сзади. Потому что обычно меня всегда заботило, а как же я вот так вот пойду по улице, а у меня на спине какая-то надпись. Впервые в жизни меня это вообще не волнует. Потому что, наверное, вещь эту, если бы я её увидела в магазине, я бы, наверное, сама её не купила. Поскольку мне это прислали на обзор. Вот. То есть, такая ситуация. Вот. И, ну, что прислали, то и носим. Вот. В принципе, по размеру она мне нравится. Единственное, минус, что длинная. Но, в принципе, можно и подшить. То есть, тут как бы особо придираться не к чему. Единственное, что там, конечно, завязки проходят внизу. Ну, не знаю. В общем, на дачу пойдёт. Потому что очень неудобно и некомфортно в городе в такой одежде. И вообще выглядит, знаете... Вот я, когда первый раз одела такая, думаю... Ядрить колбаса. Вот. Прямо реально похоже на пижаму. То есть, ну, если бы... Даже не знаю вообще, если бы что. Ну, если бы можно было выбрать другую модель, или если бы я покупала сама, я бы ни за что не выбрала эту модель. Прямо вот... Ну, даже, я бы так скажу. Если штаны были бы одноцветные, точно было бы не пижама. Вот. Было бы... Было бы супер. Вот. В общем, отзыв рассказала. Если интересно про остальные модели по стечении трёх-четырёх месяцев ношения и использования их в быту, то пишите в комментариях, потому что первое впечатление было лучше, чем после, там, трёх-четырёх месяцев использования. В общем-то, не так всё и круто, как с первого раза кажется. Друзья, новиночки из FixPrice. Некоторые из них взяла по рекомендации Олечки Бал. Кто знает этого блогера, тоже смотрит, пишите в комментариях. Так вот, помните, я занялась маникюром. И, в общем-то, я покупала, вернее, заказывала из Китая ещё сто лет назад 500 штук вот таких вот палочек. По-моему, они вишнёвые или какие-то, или апельсиновые, что ли, палочки. В общем, я не помню, хоть убейте, куда я их положила. Вот, поэтому стоили они мне тогда, по-моему, не буду врать, конечно, что-то около 50 рублей, но гораздо дешевле, чем 50, по-моему. У меня даже был обзор на это дело, на этот заказ, и если я ссылочку найду среди своих видео, я оставлю в инфобоксе. Вот, здесь палочек 30 штук, и стоили они 50, по-моему, 55. В общем, или 50, по-моему, 55. Вот, в общем, просто было лень снова заказывать, ждать месяц, а хотелось с ними попробовать работать. Вот, и, в общем-то, ну, не так уж дорого, хотя тут 30 штук. Также в фиксе увидела вот такой крем для ног с кислотами, эффект пилинга, ещё не пробовала. Ну, что-то как-то картинка привлекла, и вообще всё такое сочненькое и красивенькое. И слово пилинг мне понравился, мне прям вот на зиму очень хочется иногда пятки свои поскрабить очень хорошо и качественно. Вот, так что буду пробовать. Если кто-то пользовался, напишите, как вам понравилось или нет. И вот три средства, которые я взяла по рекомендации Олечки Ба. Собственно, к лету я уже опоздала, но на следующий год, то есть они не вскрытые, они запакованные. Она очень хорошо о них отзывалась, вот об этих средствах Sun Season. Именно вот масло-гель и молочко-спрей. Приближу вам, вот для лица и тела. И она, в общем-то, сказала, что несмотря на бюджетную цену, это просто суперские средства. Я хочу попробовать, в принципе. Давайте посмотрим, кто тут производитель. Так, что-то какие-то иностранные слова, все иностранные слова, состав. Вот производитель. Россия-Москва. Wilson Group. Я, честно, не знакома с компанией Wilson, но вот будем пробовать. Вообще, тоже еще видела у кого-то из других блогеров топовых, тоже рекомендуют. Ну, говорят, классная штука. И вот эта вот, там еще есть синенькая, не помню, как называется, гиалуроновая, что ли. В общем, я поняла, что я с гиалуронкой не очень подружилась. Вот сыворотку для лица с коллагеном надо попробовать. Тоже Олечка рекомендовала. Именно вот эту вот. Потому что тоже хочу, ну, вот она тоже говорила, что с гиалуронкой надо быть осторожным и точно знать, как, куда, чего и сколько. Вот. И я, в принципе, с ней согласна. Потому что у меня были маски с гиалуронкой, и я не подружилась. Вот. А вот эту вот тоже сыворотку она рекомендовала, хвалила. Ну, попробуем. В принципе, она не особо-то... Ну, как, с одной стороны не бюджетно, а с другой стороны, если взять там, к примеру, какие-то известные фирмы, там тот же Шоконат или Виши, например, то там цены вообще зашкаливают, конечно. Ну, красота требует жертв, да. В принципе, вот это тоже Фрати НВ Москва. Тоже, как бы, люди хвалят. Попробуем, посмотрим. Вроде бы здесь никакой химии нету. Ну, тоже есть гиалуронка. Вот, в общем, вот такие новички. Кто чем пользовался, пишите в комментариях, понравилось, не понравилось. На этом с вами вложек маленький закончим. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь, кто не подписан. Обязательно ставьте пальчик вверх, ну, или вниз, как вам угодно. И увидимся с вами уже очень скоро. Пока-пока.